Пилет пришел забирать палету. Ну что здесь есть? Ой, очень хорошо. Очень хорошо. Тебе нравится? Да. Да. Сейчас коточку разрежут, чтобы получилась вскрытая кость. Тогда она загнивать не будет. Вот так радуется. И готово. Здесь практически в каждой мясной лавке такие есть пилы. Всем, кто интересуется ценами. Вот так. Пять семьсот сорок. Двадцать семь. Спасибо. До свидания. Ну все, можно приступать к приготовлению воронежского окорока. Всем привет. С вами я, Дмитрий Фреско. Вы смотрите кулинарную пропаганду. Как вы уже поняли, я собираюсь готовить окорок. Сегодня воронежский, вареный. Вот в этом ролике вы уже видели эпичнейший рецепт табовского окорока. Его отличие от воронежского в том, что тот готовится из задней ноги, а воронежский из передней. Что касается технологии, в справочнике Рогова указано, что она абсолютно идентична, что в части посола, что в части тепловой обработки. Но что я хочу сказать. Во-первых, после того ролика меня очень многие спрашивали, можно ли готовить то же самое, но не коптить. Ну, видимо, пропустили мимо ушей тот пассаж, когда я говорил, что такие окорока готовятся как вареные копченые, так и просто вареные. А во-вторых, и мне, и моей жене в табовском окороке больше всего понравилось мясо, которое находится рядом с костями. Я не знаю, с чем это связано, да и голоса забивать не хочу. Просто вот купил передний окорок, здесь мясо поменьше, а кость побольше. И его и собираюсь готовить. Ну и раз в прошлый раз окорок был вареный-копченый, то в этот раз будет вареный. Перед своим классическим «поехали» хочу сделать одно маленькое замечание. Смотрите, пропорции, которые я указываю в ролике, да и под роликом тоже пишу, даны для целых окороков. Если вы будете готовить кусок окорока, тем более без шкурки или без сала, то помните, скорость проникновения соли вплоть в мясо в мясо гораздо выше, чем прохождение соли через шкурку, через сало. Поэтому, если вы начнете готовить кусок окорока без шкурки и без сала и возьмете при этом такое же количество соли, как у меня, то очень может быть, что мясо просолится и сильнее, и быстрее, чем у меня. А вам не нужно сильнее и быстрее. Вам нужно, чтобы мясо просаливалось дольше, чтобы процесс ферментации шел дольше и чтобы оно успело набрать вкуса. Чем дольше оно ферментируется, тем вкуснее. Поэтому, если вы возьмете шмат мяса для просаливания по этому рецепту без шкурки, без сала, я бы на вашем месте взял соли для натирания процентов на 20 меньше, чем указано под описанием этого ролика, под этим роликом. И второй момент. Так как в переднем окороке, в отличии от заднего, размер костей значительно больше, а количество мяса значительно меньше, то есть соотношение мяса кости, понимаете, я и рассола возьму не 10% от массы всего окорока, а 8-8,5%, просто чтобы не пересолить мясо. Вот теперь поехали. И сначала приготовление рассола. Кипяченая вода. Соль нитритная. И сахар. И старательно перемешать. Для более полного растворения рассол можно сначала подогреть, а потом, конечно, обязательно остудить. И уже вот остывшим рассолом старательно обкалываю. Важный момент. Чаще всего процессы загнивания во время посола начинаются рядом с костью. Поэтому львиную долю рассола надо загонять поближе к кости. Со всех сторон. И не обязательно использовать именно такой шприц. Вполне можно обойтись обычным медицинским. Главное взять объемом побольше, чтобы недолго чирикаться. В справочнике рогов указано, что столить можно как мокрым способом, так и смешанным. Но при мокром способе нужно после обкалывания рассолом минут 10 очень интенсивно обминать этот кусок. Массировать. Так как массажист меня прямо скажем неважный, я пойду по схеме смешанного посола. То есть рассолом обколол, а теперь натираю солью сверху. И особое внимание уделяю срезанной кости, чтобы заполнить вот эту часть. Именно в ней чаще всего начинаются гнилостные процессы. Так что надо как следует сюда соль втереть. Ну и шкурку, конечно, активно пройтись. На этом первый этап завершён. убираю этот окорок в холодильник на сутки. Температура 0, плюс 4 градуса. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Второй этап. Мокрый посол. И обратите внимание, на втором этапе плотность рассола меньше, чем на первом. Здесь у меня поваренная соль нитритная. И перемешать. Сахара совсем нет в этот раз. Как следует перемешать. Так, ну пусть растворяется. А перед заливкой окорок надо промыть. Чем и займусь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Промывать надо, конечно, без энтузиазма. Просто смыть лишнюю соль с поверхности. И достаточно. Видите, здесь сколько этих кристалликов осталось. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Посудины такого размера, чтобы у меня весь окорок влез в нее, как не было, так и нет. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Поэтому, как и в прошлый раз, воспользуюсь пакетами соответствующего размера. Вот сюда его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И заливаю рассолом. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА А пакеты надо перевязать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА На этом все. На сегодня процедура завершила. Отправляю окорок просаливаться в холодильник на 5-7 дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Итак, прошло 6 дней с тех пор, как я отправил просаливаться этот окорок в рассол. И сейчас следующий этап. Нужно его теперь уже без рассола выдержать в течение тех же самых 5-7 дней. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ничего, давайте вскрывать его. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Сейчас надо слить рассол. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА И вытянуть просоленный окон. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Вот такой. Видите, он мокрый. И в таком, конечно, состоянии, в мокром, его отправлять в холодильник не стоит. Слишком сильно повысится влажность. Сейчас на улице примерно 11 градусов, легкий ветерок. Я его оставлю на часик-на два, чтобы его подсушило на этом ветерке. Подсохнет, и после этого я уберу его в холодильник на вызревание на 5-7 суток. Так что пусть проветривается. Оставайтесь с нами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Прошло 5 суток, и я решил, что хватит уже этому окороку вызревать. И сейчас собираюсь отправить его вариться. По ГОСТу их положено намыть в теплой воде. Я это уже сделал. Оставить на стекане на 2-3 часа. После чего варить. Варка происходит таким образом. Загружают в кипящую воду 95-98 градусов. Ну, почти кипящую. Холодная карака. Температура, соответственно, падает. И варят в воде при температуре уже не выше 80 градусов. До тех пор, пока температура в центре окорока не достигнет 70-72 градусов. Варят в течение 3-12 часов написан. Но, по сути, расчет приблизительно такой. 55 минут на килограмм веса окорока. Я по часам ориентироваться не собираюсь. Буду использовать элементарный термометр. Ну, а пока вот этот замечательный окорок. Смотрите, какой он у меня отпечатался. Видите, вот эта вот моя замечательная сеточка. Вот он какой. Отправляю вот сюда. У меня просто кастрюли такого большого размера нет, чтобы окорок варить. Поэтому погрузил его в гастроемкость. Воткнул сюда насос для сувида с подогревом. Он у меня будет температуру держать мои 80-82 градуса. Включаю его, собственно говоря. Так. Все, процесс пошел. Так, вот так вот сделаем. Накрою его. Все, остается ждать. Примерно через парочку часов, наверное, через троечку, я вгоню щуп термометра в центр окорока. И буду ждать, когда он запищит. Оставайтесь с нами. В долгожданный момент можно попробовать этот замечательный кусман мяса. Давайте его вскроем. Учитывая, что я ни разу не разрезал таких окороков, как правильно его вскрыть, я не знаю. Он попал куда-то на кость. Молодец. Вот так. Смотрите, какое здесь чудо. Вот так вот. Давайте я здесь напластаю несколько штучек. Ну и вот этот шмат я собираюсь сейчас укусить. По запаху это хорошая такая мягкая ветчина. По вкусу. И по вкусу такая же отличная ветчина. И знаете что? Несмотря на то, что этот окорок выглядит, конечно, не так эффектно, как тот подкопченный, мне он нравится гораздо больше. Там запах копчения присутствовал. И запах копчения был достаточно сильный. И шкурку того окорока я не ел. Это было слишком сильно. А здесь и шкурка отличная. И само мясо нежное. Классное. После того, как он у меня был отварен, я его студил и оставил в холодильнике. Он у меня пролежал в холодильнике, наверное, три или четыре дня. Как сейчас руки дошли попробовать. Представляете, какая у меня сила воли. Завидуйте. Ну и присоединяйтесь к приготовлению таких окороков. Огромное спасибо тем, кто дает советы, тем, кто дает ссылки на рецепты, тем, кто сам готовит и подсказывает мне о правильных процессах приготовления. Меня очень радует, что на канале собралось большое количество единомышленников в плане приготовления классной еды. Отдельное спасибо тем, кто делает репост этого видео и других видео. Это помогает каналу расти. Огромное большое спасибо спонсору Самури. Вам всем за компанию. Всем пока.